Всем привет, с вами Соня и друзья, мы продолжим кататься Форзу Хорайзен в эту великолепную гоночку. Так, сейчас мы едем куда-то, я не знаю, я закончил предыдущую гонку и вон у меня на карте что-то там сосветилось, мол, езжай в Айс куда-то с пункта А, пункта Б. Ребятушки, давайте мы как-нибудь тут с вами проедем нормально, чтобы не пинать друг к другу. Здесь так и хочется разбивать эту тачку, она выглядит так круто, просто восхитительно. Я не понимаю, это у меня вроде бы просто не гонка, а по траектории я куда-то еду, что в поля что ли? Ну норм так, да, тут же открытый мир, можно ехать буквально куда хочешь, на все четыре стороны, то есть езжай куда глаза глядят. Боже какая красота, шарики взлетают. Норм такое сокращение получается. Нехило она наваливает, супрочка, на третьей передаче что-то там 170 было, да? Огонь просто. Так, куда, куда? Ой, я, кажется, не туда заехал. Не кажись, а, блин. Привыкаю я, ребят, к этому управлению, после Need for Speed'а чё-то как-то я подотвык. Да и я не понимаю, почему нет, есть классическая раскладка для гонок, адекватные студии обычно под них и делают раскладку. Вот, Тюрн 10, которая создала Форзу, это адекватная студия, здесь классическая раскладка нормальная под кнопки. Но вот всякие там Ghost Games дебилы или Юбисаксы эти, Симплемет Студио, ой, не Симплемет, как я там, не помню, короче. Кто там у нас создавал Крю? Вот, они какие-то рокоподобные дауны, решают что-то там привносить типа своё, и это такое дерьмо. И вот ты, когда долго играешь в те игры, ты просто привыкаешь к расположению кнопки, к раскладке. И вот потом нормальные игры типа Форзы, проблема какая-то возникает с раскладочкой. Э, чувак, ехать будем? Чё ж так ползёшь? Там, блин... Да, я без стабилизации езжу, в принципе, будет весело, я не сомневаюсь. А машину тут, как вы смотрели, есть в предыдущую серию, видели, может кидануть неплохо так. Блин, да шо ж вы так ползёте, ребят, ехать будем, нет? Побили мне машину. Вот же засранцы. Тут мы с погодными условиями катаемся прям всё как надо. Круто-тенюшка. Ну фиг знает, как там будет рулиться с погодой. В принципе, это игра аркадка, ой-ой-ой. Тут, конечно, уйди нафиг. Есть симуляция типа режим физика, эээ, симулятор, прошу прощения. И у меня такой как бы и стоит. Но всё равно чувствуется, что это аркадная гоночка такая, с приятной физикой нормальной. Ой-ой-ой. Вот, так что дождь, нет, дождь влияет, вы знаете, немножко иначе. Она управляется, смотрите, капли воды на кузове видно. Картинка, она просто богоподобная, она восхитительная. Это самая красивая гонка, которая сейчас только доступна. Так, едем прямо всё ещё. Да что вы делаете, блин, боты? Вы странные какие-то, я пока не могу понять этих ботов. Они вот, чё они ползут сейчас? Вы доработали очко навыка. Вы можете использовать его для покупки таланта. Тут таланты есть? Перед вами окно талантов, которые можно приобретать на очки навыков. Первый талант позволит накапливать очки опыта за применение навыков в свободном заезде. Вот эти вот рассказы меня, если честно, раздражают немножко, потому что как-то медлительно всё так. Окей, я могу только одно очко вот это вдолбить. Накапливается комбо навыков, получаете опыт, бла-бла-бла, больше ничего не могу вдолбить. Недоступно, не везу. Ну, хрен с вами. Разблокировать. Доступно одно, открылили, не везу. Ладно. Открывает доступ к следующим талантам. Они приобретаются за новые очки навыков. Ну, для кому ты рассказываешь, я не понимаю. Для даунов, что ли? Всё и без этих рассказов понятно. Как эти очки и таланты приобретаются и что приобретаются всякие перки. Ладно, проехали. Едем дальше. Вот этот чё-то мне не очень нравится. Вы смотрите на этого козла. Охреневший бот. Подожди, а ты бот вообще? Да ты ж не бот нифига, ублюдок. Это люди в онлайне. Япона, мать. Ребят, я чё туплю. Это ж онлайн игра, типа как Крю, насколько я понимаю. Я смотрю, я не могу вдуплить. А чё происходит вообще? Уйдите от меня. Вы на крутых тачках, а я одной. Я только начал игру, у меня нифига нету. Что вы хотите от меня? Да какого хрена? Ну, явно люди. Да, вон левела ихние. Они со мной просто по пути едут. Прикольно. Ладно, будем вести себя более культурно. Я-то думал, что это боты эту тротяку свою открывают. А оказывается, мы живые люди. Ну. Смешно получилось, чё тут скажешь. Вот только как-то ездят они странно многие. Такой вот нежданчик получился, в общем-то. Так, уйди нафиг. Уйди нафиг. Упырь. Расфигачили всю машину? Не, я, наверное, повреждения уберу к чертям. Так, я чё, приехал? Не, не приехал. Пункт назначения. И чего тут? Прям ачивки сыпят, я не знаю. Одна за другой. О, Эшли, и ты забрела? Да, из-за дождя всех заносит. Работы полно. Эй, народ, это Эшли, главный механик фестиваля Horizon. Привет. Если что нужно, тюнинг, покраска, запчасти, что угодно, всё будет. Только спросите. Ну что ж, покатались с ветерком. Теперь поговорим по-взрослому. Узнаем, кто водит лучше всех. А разве не ты лучший? Подай остальным пример. Очень смешно. Так, здесь у нас состоится несколько разных гонок. Ну поехали, коль не шутишь. Загрузки несколько частые появляются, но вот так вот. Входят 168 чемпионатов, в рамках которых проходит почти 700 мероприятий. Пока ты здесь, можешь участвовать в любых. В каждом городе мы выберем по одному чемпионату, а потом начнётся следующий этап больших гонок. Допуск к участию в каждом конкретном чемпионате зависит от типа машины, которую ты в данный момент водишь. У тебя супра, значит будешь участвовать в чемпионате JDM Icons в Кастелетто. В этом чемпионате три гонки. Выбирай, с какой бы ты хотел начать. Ну отлично. Да с любой. Вот первая попавшаяся. Поехали. Гараж уже открыт. Вы можете модифицировать или перекрасить свой автомобиль. Да, я жажду перекрасить свой автомобиль. А как в гараж попасть? Карта, большие гонки. Нефиг его знает, как попасть в гараж. For the hub какой-то там надо будет разобраться с этим. Или он на карте показывается? Где карта, кстати? Карта? Карта! Короче, хренски. Поехали. Да, прикольно то, что тут встречаются... Ой-ой-ой. Встречаются обычные люди. Эй, тише, коробка. Никак я не привыкну к этой раскладке. Это кошмар какой-то. Поехали. Выбрать заезд. Что там у нас? Первые пару серий буду страдать, в общем-то. Я уже привык тыкать то, что квадрат в Need for Speed это ручник. Здесь это вторая передача. Здесь правильно, а Need for Speed ногами сделано. Но я привык к этому Need for Speed за, блин, часов, наверное, я не знаю, 40 игры. Уже руки просто на автопилоте. Сами-то петянуться. Итак, это твоя первая гонка в чемпионате. Настоящий шаг вперед после отборочного тура. Здесь начинается игра по-крупному. Параметры. Управление, приборно-панель, настройка звука. А рот им закрыть можно? Просто, чтобы я никогда не слышал больше никаких подсказок. Вообще никогда. То есть совсем никогда. Нет, нету. Меня бесят, ребят. Я не знаю. Слишком тут все разжевано, как для младенцев. Это первый чемпионат. Вау. А то я не понимаю. Поехали, короче. Что-то я не дожал коробку немножко непривычную. Я же говорю, как автомобиль ведет себя. Так, интересно, это я с людьми или с ботами катаюсь все же? Вроде бы как говорили с ботами, которые типа по драйватарам сделаны. Ну, я тут быстро вообще. Не знаю. И имена, как будто это люди. Я не понимаю пока, что где тут люди и где тут боты. Но со временем, я думаю, разберемся с этим. Как-то. Ники явно не ботов. Определенно. Двинемся, двинемся, двинемся. Ах, кидануло. Япона мать. Давай, супрочка. Нифига себе, тут даже старенькие такие тачки есть прикольные. Джуя только что обогнал и не видел. Опять у меня жопа помятая. Как-то так покоцается оно неприятно. Надо выключить, наверное, эти повреждения. Супрочка, езжай. 46%. Что-то короткие гонки тут. А у меня как-то... Да блин, езжай давай. Даешь пониженную. Пятая позиция всего лишь. Прям геморрой обогнать кого-то. Еще позицию отыграли. И сейчас есть шанс еще одного. Давай, давай, давай. Вот нитро не хватает мне в такие моменты. На четвертой передаче и так себе тянет машинка. На низах. Надо было, наверное, на пониженную скидываться. Сейчас сокращаем. Первая позиция. Так, вторую. И тулим. Что там, нагоняют? Сплит-стрима тут особо ярко выраженного нету. Определенно. В том же крю. Нитфор-спиде. Он явно более ярко выраженный, чем тут. В принципе, это, наверное, даже хорошо. То есть, нужно рассчитывать на вменяемую езду. Отлично. Первая позиция. Вот. На высокой сложности нормально ведут себя боты. Как раз то, что надо. Тонко позади. Ты отлично справляешься. Продолжай в том же духе и победа в чемпионате за тобой. Да, ребят, смотрите. Вон люди. 26 уровень. 55. 204. Это ж люди. Или что это? Я не понимаю. А, это чемпионат у нас. Отлично. Едем дальше. Очки назначаются в зависимости от места на финише. Хочешь победить? Попади в топ турнирной таблицы к концу чемпионата. Либо это действительно драйватары. И эти люди когда-то ездили вот так вот, как они ездят сейчас. Ну, круто, круто. Видите, насколько тут классно сделано? Я не могу понять, боты это или люди. Реально. То есть, ездят противники не по шаблону. Определенно. Гоу, дальше. Отчехлили опыта. Я все еще дно первого уровня. Отлично. Так, а что применить? Награда выбрать соперника. 2000 кредитов. Ну, допустим. И чего? Фиг знает, что происходит. Боже, какая картинка восхитительная. Вы только посмотрите на эту красоту. Как-то дождь сделан. Так, начать заезд в режиме соперники. Ну, поехали. И чего? А будь готов. Я всегда готов. Еду я сам. На время что ли? На время? На время? Ай-яй-яй. Ах, смотрите, как на низах она так себе тянет. Реально так себе тянет. Надо ее на высоких оборотах держать супрочку. Ну, двигло у нее вроде бы как турбинированное. Не знаю, видать там турбо на высокие обороты стоит. Тачки тут, кстати, вроде бы как по-разному немножко управляются. Тише, тише. Первая, первая. Ай-яй-яй, бахнулся. В том же моменте. Так, у меня времени минута 55. На этот же заезд или что? Все, вон там сзади что-то едет. Что это сзади едет, непонятно. Короче, наша цель приехать как можно быстрее к финишу. Особо не заморачиваясь. Что мы будем стараться сделать? В общем-то. На пониженную отлично. Очень приятно мне тут, я не знаю, рулить и переключать вот коробку. Бах. Я прям чувствую, как она на верхах подрывает, на низах так себе тащит. И звук, она шмурлычет. Этот звук офигительный. Форзе. Автомобилей. Очень классно сделан. Класс, класс, класс. Боже, я восхищен этой игрой. Реально, без шуток. Непонятно, что я так долго тупил. Я, кстати, скажу честно, я в свое время, в свое время, прошлым летом, поменял Sony PlayStation 4 на Xbox One именно ради Forza. И, в частности, вот Horizon 2 я очень хотел. Да и Motorsport 6 я ждал, жду. И куплю при первой возможности. Буду тоже снимать наряду с Gran Turismo. Будет то Forza, то Gran Turismo. Будем микшировать. Очень жалко то, что мой руль, конечно, Logitech G25 не работает. Но Xbox One с ним бы кататься, тут было бы вообще супер круто. С видом сколько пипа, с рулем. Это божественно было бы. Так, ну и что, обогнал я там кого-то. Сфиг знает, каким разрывом адовым. Мне кредитов забашляли неплохо. Я такой лежу. Баланс 31 тысяча. Ну, супер. Пока не понимаю, сколько там какие машинки стоят. Но первое, что я куплю, я жарю, это будет, наверное, с 2000. Хотя, может, там что-то будет еще интересненькое. Поглядим. Здесь много машин. Я не помню, сколько точно. Но, по-моему, там что-то штук 400. Или я путаю с Motorsport. Не, я, наверное, путаю с Motorsport. Но тут много их тоже интересных автомобилей. DLC у меня нет. Наверное, надо брать. Так. Спасибо. Чего? Новый соперник. Я не знаю. А смысл? Цель, типа, еще выше время набить. И нам еще дают кредитов. Да нет, спасибо, наверное. Едем дальше. Не вижу Понта оставаться на одной и той же гонке. Вы только посмотрите на эту картинку, ребята. Я офигею без Баяна. С каждым новым уровнем вы получаете право крутануть у Виллспин. Лотерейный барабан. Это шанс выиграть большую сумму денег. Или даже бесплатную машину. Ничего себе. Хотя было бы прикольно, наверное, со сцеплением погонять. Выжил, кинул сцепление. Вот у нас вот стартануло. Смотрите. Класс. Отлично. Это что? Едет чувак какой-то? Тоже первого уровня? Или это бот? Как понимать, где бот, где человек? Так. Как карту включить, во-первых? Я не вдупляю, как карту подключать. Это вид менять. Карта. Куда мне ехать? Непонятно, ребят. Слушайте, я тыкаю все, что можно. Это радио менять. Нет музыки. Нет, пульс мне нравится. Пожалуй, параметры. Методом тыка карту я не нашел. И это, если честно, бред. А, либо старт. Карта. Чут ты, епта. Вот она. Карта мира. Окей. Нифига тут никто не показывается. То есть, есть кто в онлайне или нет. Может быть, это все-таки боты, я не знаю. И там позже что-то будет в онлайне. В общем-то, непонятно. Это тоже момент. У меня вот есть какая-то гоночка. Заезд кольцевой. 6 тысяч чехлят. Поехали, съездим. Выполните безопасный разворот. Наверное, это пока что все-таки боты. Ой, что-то у нас третий стартует. Так, безопасный разворот. Ах, привык я к этому ручнику, блин, в нитфроспиде. Хоть ты стреляй в меня. Вы только послушайте этот звук восхитительный. Стоковая супра, а? Она когда шлифует, она просто поет. Это музыка для моих ушей, реально. Вот именно в поворотах. Я просто торчу, ребят. Не знаю. Огонь. Так, даешь пониженный ручничок. Вот, слушайте, слушайте. Это ж офигенно. Она второй и так себе вытягивает. Тюнинга просит машинка. С тюнингом будет все намного лучше. Ручничок и... Не очень. А, это третья была. Ну да, надо было пониженную впихнуть. И все было бы отлично. Но все равно все восхитительно. Так, вид, что-то далеко сильно. Вот так вот. Класс. Избавляем. Гоу. И в пункт назначения. Муга аут. Так, заезд два из трех. Отлично. Ну, поехали. Надо будет заехать, что в гараж. А, поглядеть, что там интересно. Я бы эту машинку перекрасил. Ты отлично справляешься. Посмотрим, сможешь ли ты держать этот курс. Эта победа сильно увеличит твои шансы на участие в последней гонке. Отлично. Поехали. Будь готов. О, как она стартует восхитительно. Аж дым с под колес наваливает. Офигенно, ребят. Просто офигенно. Так. Надо быть бдительными. Тут он поворотик сейчас будет и прогавать бы его. Ну, ну, ну. Немножко так с дрифтом. Блин, Супра она супер крутая. А машина все-таки... Это машина легенда из 90-х. Одна из лучших японок 90-х годов. Двинемся, братюнь. Так, а трафика встречного, я так понимаю, тут нет, да? Чтоб я бы понимал. Ребята, разъезжаемся. Путаются под ногами боты. Видите, тут нужно еще подбирать тактику, как их обходить. И это интересно. Вообще, честно говоря, вот эта вот вся местность, знаете мне, что напоминает? Очень напоминает старый Need for Speed Porsche Unleashed. Там очень похожие были местности. Тоже где-то по Европе. Это как Испания или что, я не знаю. Вот, и вот у меня какие-то вот такие ассоциации с Need for Speed'ами на Porsche Unleashed. Тот, который на PlayStation'е был, если кто-то играл когда-то на первом. Похожа карта чем-то была местами. Виноградники, все эти дела. Боты хорошо едут, я бы сказал. Два круга у нас имеются. Так, ну хорошо. Четвертая позиция у меня. Впереди три лидера. Надо что-то нагонять. Нет, сплитстрим есть немножко, ребят. Есть, но он незначительный. Вот я нагонять начинаю эту Мазду спереди идущую. И мы вырываемся вперед. Ой-ой-ой. На обочине машина теряет, я смотрю, свою динамику, но не так сильно, что в принципе прикольно. О, нифига себе, они даже нагоняют меня что-то. Тише, тише, ребятушки, помедленнее. Так, контрольная точка, у нас второй круг. Идем на отрыв. Пока что все неплохо. Боже, я просто отдыхаю, играю в этой игре. Глаз радуется, физика приятная, звук восхитительный. Ах, что может быть круче, чем Forza Horizon? Это ж просто блаженство. Так, пора чуть подзбавлять. Даешь вторую на выходе, отлично. Хотя, по-моему, не, нормально, я держусь в своем темпе. Сейчас мы тут на второй что-то попробуем. Ай-яй-яй. Даже на первой так себе получилось. Чувак, спокойнее, спокойнее. Они даже объезжают, интересно, боты. Не таранятся, как обычно. Это могут они делать в том же Grand Tourism или в Need for Speed. Просто сквозь тебя ехать. Пытаются объезжать. То есть адекватно ведут себя. Очень хорошее поведение тут. Ай-яй. Великолепно. Е-я, бэйби. 20 очков нам что-то там забашляли. Отлично, две гонки пройдены. У тебя хороший результат. Сделай всех на этом заезде и чемпионат у тебя в кармане. Я не понимаю, 204 уровень последний пришел? Как-то странно, странно. В общем, едем дальше. Я думаю, дальше нам будет понятнее. Хуй с ху. Это явно все были боты. Просто типа как драйватары. Вот сразу имена показываются, видать, у людей. Так, смотреть повтор, начать заново, продолжить. И в мимании, ребята. Отлично, зачехлили нам денег немножко. В ходу. Чистая гонка. Именно то, что надо. Ну да, сложность я повысил, конечно же. Мне обошляют неплохо баблища. Второй уровень. Кстати, а где розыгрыш, о котором говорили? Я что-то его пока что не видел. Ну ладно. Так, чего? Соперник, бла-бла-бла. 4 тысячи кредитов. Да нет, поехали. Я не знаю пока, насколько я нуждаюсь в деньгах. Нуждаюсь, не нуждаюсь. Игра, кстати, хочу заметить, что, ребята, она очень стабильно идет. Я не знаю. Наверное, в 60 фпс она идет, мне так кажется. Или в 30. Фиг знает. Очень стабильно идет. Я не чувствую каких-то просадок, подлагиваний. Это картинка, открытый мир. Боже, Microsoft, вы просто боги, блин. Огромное вам спасибо за ваш Xbox, который непонятно, почему все ненавидят. Буквально почти что все. 90% любителей игрового мира ненавидят Xbox. И это странные люди. Я их абсолютно не понимаю. О, PlayStation, графон. Игр на PlayStation нет. Там Forza нет. Так. Есть еще какой-то заезд. А где гараж? Как-то можно тут приблизить. А, ребят, походу, видите, карта как не открытая, не знаю. Да нет. Не такая уж, кстати, она небольшая тут карта. Но, в принципе, достаточно. Франция. Это мы по Франции ездим, что ли? Прикольно. Я думал, такая... Италия. А, это тут типа как странный так сделали. Видать, будет меняться немножко ландшафт. А сейчас у меня такое ощущение, как будто мы даже не по Италии. А как по Испании какой-то катались. Хотя, в принципе, они схожи несколько. Так, окей, поехали на следующую гонку. Я пока не понял, как мне попасть в гараж. Но, я думаю, с этим мы тоже разберемся как-нибудь. Входу. Огонь. Вот на этой супре на пониженных передачах вот так в поворот входить, это просто нечто. Так, сами видите, она и звучит, и управляется очень круто. И слегка как дрифтит. Офигенно, блин. Это просто офигенно. Опять я не ту кнопку тыкал. Думаю, к моему ручнику. А, мне повезло. Да. Столкновения прерывают твои комбо-навыки. Чем более цепочка, тем лучше. Но стоит врезаться, и все пропало. Ага. Я все еще путаюсь в управлении, поэтому столкновения бывают. Вау. Что-то я подскинул. Надо еще и угол удерживать. Ну ладно, мы попривыкнем, все будет норм. Через 400 метров поворот налево. Огонь. Поверните налево. Тише, тише, чувак. Да что ж ты такой, блин. Через 100 метров поворот направо. Это явно не живые люди. Живой бы человек уже всагрился бы на меня, и что-то делал бы. Да и живые люди ездят. Сразу видно. Не живые. Это все еще боты. Но эта игра как-то онлайн, я не знаю. Я думаю, что дальше мы немножко прокатимся, и у нас все откроется. Вот. Кажись, даже демки я играл. Там начало проходишь, и потом говорят, что типа онлайн скоро откроется. Здесь тоже, по-моему, что-то такое будет явно. В принципе, демка это и была начальная игра. Как бы. Двинемся, братюни. Двинемся, двинемся. Гоу. Огонь. Так, ну поехали на следующий заезд. Что у нас там будет, спринт или кольцевая? Мне удобнее, конечно, кольцевая. Я понимаю примерно. Третий заезд из трех. Ну это да, это вот ознакомительный заезд. Смотрите, какой он прикольный. Р-32 Skyline. Огонь просто. Время для третьей гонки. Теперь все серьезно. Это наша первая гонка по бездорожью этим летом. Новинка на Horizon. Бездорожье? Мне предстоит проехаться по всем видам ландшафта. Следи за контрольными точками и сосредоточься. Выиграй эту гонку и одержишь победу в своем первом чемпионате на Horizon. Круто. Эм, а машина моя на бездорожье, как бы, по-моему, чуть-чуть не заточена. Хотя по бездорожье управление примерно такое же. Вах, как она стартует. Я офигею без баяна, реально. Вот этот вот старт с дымом спотклёс. Я не знаю, ребят. Мне очень нравится. Тут восхищает в этой игре все. Даже начало гонки. Так, вот бездорожье тут, наверное, может быть посложнее. Так, вон я вижу дымок. Куда нам ехать? А вот как быть с деревьями? Так, ой-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тише, тише, тише. А-а-а-а! Симуляцией тут у меня проблемы могут быть. Ребят, он кидать начинает. По-моему, рестарт надо будет делать. Надо попривыкнуть к физике. 20% я уже проехал. Я так слил позиции. Ну, блин, это с непривычки. Дальше все будет норм. Определенно. Потому как к физике, я же говорю, у меня вопросов в принципе нет. Она тут очень хорошая, качественная. В симуляции сложно будет по бездорожью. Бывает машина чуть крутит. Так, пониженную. Вторую. Не-не, третью не вытаскивает. Вторую. Не дороже это, конечно, не хило, но это не удел Супры. Определенно. Вы получаете очко навыков. Отлично. Это надо брать какую-нибудь там Субару, импреза, допустим. Что-то такое. Митсубиси, лансер. Что-нибудь вот такое полноприводное. Но Супра должна по асфальту тащить неплохо. Она и тащит, в общем-то. Так, я что, вообще последний идут? 59% печалька. И никого я особо догнать не могу. Ну, может, по чуть-почуть, в принципе, на высокой сложности езжу. Тише, 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 родная. Да, тише, тише. Удерживайся, удерживайся. Отлично. Переключаемся. Так, по чуть-почуть, может, что-то иного. Это что было? Я боюсь, не знаю тут, что можно сносить, а что нет. Ай-яй-яй, столбы не сносятся. Ну, что так долго? Какая у меня позиция? Десятая. Надо рестарт делать. 78% делаем рестарт. В общем-то, я понял примерно, что происходит. Сейчас мы затащим. Сейчас все будет. Погнали. Да, начать заезд. Будь готов. Великолепный старт. А у меня что, восьмая позиция с 12? Нехило. Лады. Мне таки хочется вжарить нитро. Я уже привык к другим аркадкам. Я со старта там, тот же Midnight Club, сразу фигарю нитро. И мне это дает неплохое преимущество на старте, что неплохо. Пониженная. Ну, сейчас я чуть получше иду, уже не настолько фейлюсь. Но все равно эти упыри так едут, я смотрю, неплохо быстро. Дерево, дерево, дерево. Опасность прошли. Нужно рассчитывать тут гонку так, чтобы... Уйди, Сильвия. Чтобы деревья не словить. Боже, Сильвия. Ему так же сложно, наверное, как и мне тут кататься, на самом деле. Так, поворот, стыганца пониженная. Эти взлеты. Это нечто. Ну, все, первая позиция у меня. То есть, надо было всего лишь навсего разыграться. И все будет норм дальше. Дальше будем тащить. Хотя посотрим. Это у нас первые гонки. Которые, в общем-то, только оздокапливают нас с игрой. Дальше, думаю, что будет сложность повыше. Ну, быстрее тачки, в принципе, понятно, что сложность будет выше. Так, куда тут? Пятую включать не вижу никакого смысла. Не очень тащит супрочка. Поворот. В этом бездорожье. Деревья, деревья. Куда, куда? Я, по-моему, не туда еду куда-то. Блин! Ну, это ж надо было. Отлично, спасибо, чувак. Двинемся. Печалька. Нехило меня префутболили взад. Прямо перед финишем с него. Давайте я хоть третий приду. Не, вот бездорожье мне так себе эти гонки. Я не знаю, честно говоря. Тихо его знать, что ждать с них. Где тут поворот там? Вот. 83%. И вон он первый ублюдок. И мы сейчас его что-то будем нагибать. Почу. Где-то поворот. Нифига не видно. И давай-то, блин, ее закрутило. Все, кидануло. Рестарт. Офигеть, блин. Я не знаю. Вот. Ну, как можно на супре по бездорожью ездить? У меня сейчас истерика начнется. Она не годится для этих гонок. Абсолютно. То есть совсем. Будем иметь в виду. Надо сразу присматривать, что какая гонка. Надо покупать что-то полноприводное. Потому что, ну, не знаю я. Как там-то Сильвия шла? Вот меня так что кидануло и все. Без вариантов. От меня нифига абсолютно не зависело в той ситуации. Когда машина в занос идет по бездорожью. Уйди. Блин. Да что ж. Ой, не, ребята. Я буду это бездорожье 30-й дорогой обходить. Серьезно. Не знаю я. Давай уже поехали. Господи, боже мой. Бесить начинает. Начали за здравие, закончили за упокой, называется. Опасные эти тут гонки, блин, по бездорожью. Я понимаю, если бы тут маршрут был подготовлен, как в ралле. А также что-то непонятно. Мы едем сквозь всякий звездец. Вот, сквозь, блин, эти виноградники. Сквозь кашу всякую. Хорошо. Уйдите к чертям. Вот где это дерево? Вот сейчас там оно есть. Вот где оно есть? Так, ладно. Профутболились как-нибудь. Я уже вообще не понимаю, что происходит. Надо как-то постараться затащить эту гонку и забыть. Последние гонки, до которых я буду заезжать, вычаствовать, это именно по бездорожью, наверное. Потому что они странные здесь. Пятая, что, потащит на пятой? Не, надо скидывать маленько. И в поворот входи. Дерево, дерево, гребанное. Дерево, давай! Так себе, в общем-то. Катается, и он даже потерял немножко позиции. Не немножко, а нормально потерял. Сложно, ребят, я не знаю. На таких гонках. Да уйдите вы, эти боты. Что вы так мешаетесь мне тут? Ну, что так медленно, мать вашу? Куда ехать? Куда ехать? Вообще непонятно. Происходит просто пипец. Да уйдите вы к чертям, блин. Приторможу лучше. Футбол какой-то. Не. Это было лишнее. Явно. Вот эти вот дебильные гонки по бездорожью. Вот в первом Харайзоне их не было. И тут их не надо было делать. Вот, блин, нифига ж не видно, куда ехать сейчас. Вот это вот нечто. Кубаре, я не знаю. Это сено или что это? Притормаживай, притормаживай, притормаживай. Блядь. Ну пипец. Ребят, это звездец. Я не могу проехать эту гонку. Ну она невозможная какая-то. Меня бесит это. Супра бездорожье. Вы наркоманы что ли? Тюрн есть. Я уже начинаю что-то свое мнение о вас немножко понижать. А то я что-то ставлю эту игру как богоподобную. Вот тут есть уже для меня минус. Вот эти вот гонки по бездорожью. Маразматические. Вы бы хоть паршрут подготавливали нормальный. А не, блин, вот это вот ты летишь. Ты вообще не можешь контролировать машину. И влетаешь, блин, в дом. Или в дерево. Бред. Ладно. Это уже какая попытка? Я не знаю. Надо уже родить. Я сейчас понижу сложность, если я не пройду опять. Это дерьмо, блин. Я не знаю. Куда ехать? Не вижу. Ну вот, блин, она не управляется тут. Я проехал. Хоть мне засчитали. Или мне вообще не надо ехать сквозь эти огонечки красные. Не понимаю я. Моразм. Ах, ну вы видите, что происходит? Мне невозможно ехать. Какая супра и бездорожье? Вы наркоманы, блин. Давай вторую. Она и не едет здесь. И не рулится. Нет, Форза все-таки это гонка не на 10 баллов. Это гонка на 9 баллов. И никак не больше, к сожалению. Мать вашу. Так, вот тут эти дома тоже дебильные. Смотрите, как я отстал от них. Офигеть. 12-я позиция. А все почему? Потому что машина эта не годится под этот тип гонок. И потому что тут вечно какой-то трэш происходит. Трэш, угар и садомия. Не знаю, нагоню, не нагоню. Короче, как приду, так приду, чтобы от меня отмахались с этой гонкой. Я не буду ездить по бездорожью. Просто. Категорически. Только если будут заставлять. А так я их буду при первой возможности пропускать. Потому что это дерьмо какое-то. Мне не нравится это. Это ж не ралли игра. Гонка по красивым пейзажам. По асфальтам, блин, не знаю. По асфальту они, по вот этому вот. Вот куда я сейчас еду, я вообще не вижу. Так. Вот тут нам надо что-то как-то вырулить. Вот. Типа полеты, блин, в которые ты не контролируешь машину. Притормаживать надо, наверное. Вот, блин. Так, что у меня? Шестая позиция меня абсолютно устраивает. Шестая позиция. Все, я как приехал, так приехал. Нахер пошло все. Куда тут? Где тут? Что тут? Все. Асфальт. Сейчас до финиша я что-то там отыграю позицию какую-то. Ну точно. Давай! Все. Нахер. Шестой. До свидания. Не буду я перепроходить. Это маразм. В общем. Продолжить. В жопу пошло все. А что я по очкам слил? Ну офигеть теперь. Место на подиуме. В первом же чемпионате Хорайзен. Молодец. Да, да. Еще немного поднажать. И я уверен, что в следующем чемпионате тебя тоже ждет победа. Ой, короче. Дерьмо. Заезды по бездорожью. Вот сразу говорю. Просто отстой. При первой возможности буду пропускать. Так ты сможешь получить... Да хорошо. Мне ж настроение испортило. Не знаю. Все так круто было. А тут такое себе. Хорош рассказывать сказки. Ни хрена я не буду это переигрывать. Боже упаси. Чтоб я ездил по бездорожью. Маразматически. Нет. Можно ездить по бездорожью. Надо брать какую-то полноприводную машину. И потом что-то кататься. Гоняться с самолетом. Хорошо. Поедем мы туда. В общем, друзья. На этом эту серию я буду заканчивать. Вы перешли на новый уровень. Иди нафиг. На этом я буду заканчивать эту серию. В следующей серии мы уже будем кататься дальше. Изучать форзу. Вот. Бездорожье я буду стараться проезжать нафиг. Я не знаю. Либо машину надо подготовленную. Либо я буду избегать. Потому что это маразм, честно говоря. В дерево вдуплился и все. Считай проиграл. Короче. Печалька. Ну так в целом все нормально. В общем вам спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok